На самом деле ситуация даже более тухлая, чем она была в 20 веке, потому что после экономического спада 1929-1933 годов была депрессия. Эта депрессия длилась с 1933 по 1939 год. Через 6 лет началась Вторая мировая война. Сегодня мировой долг превышает несколько раз валовый внутренний продукт мировой. И таких вот показателей, таких диспропорций не было в истории человечества. Не было даже в 20 веке. Давайте вспомним азы экономической теории. Так называемый экономический цикл в условиях капитализма состоит из четырех фаз. Это спад, это значит застой или депрессия, далее идет оживление, дальше экономический рост. Вот значит был кризис 2008-2009 года, спад. После этого наступила депрессия. Значит, ну думали там годик, второй, третий, после этого должно пойти оживление. Оживление не было целых десяти лет. Я уж не говорю про экономический рост. И говорю про мировую экономику. То есть на самом деле ситуация даже более тухлая, чем она была в 20 веке, потому что после экономического спада 1929-1933 годов была депрессия. Эта депрессия длилась с 1933 по 1939 год. Через шесть лет началась Вторая мировая война. А у нас 10 лет, значит, мировая экономика находилась в состоянии депрессии. И конспирологи говорят о том, что были даже какие-то закулисные планы для того, чтобы списать все. Но я, вы знаете, сам-то я по своему бэкграунду экономист-международник, я еще в четвертом квартале 2019 года обратил внимание на то, что начался спад в итальянской экономике, в японской экономике. И я прекрасно понимал, что, значит, в 20-м году спад будет уже всеобщим. В общем-то, все уже прекрасно понимали, это знаете, как у Петрова про Воронью-Слободку. Все знали, что Воронья-Слободка должна сгореть. Все прекрасно знали, что в 20-м году начнется великая депрессия или великий кризис. Ну и вот коронавирус – это своего рода дымовая завеса, которая, значит, прикрыла истинные причины этого кризиса. Вот я бы так сказал. Поэтому кризис никуда не ушел. Вот эти диспропорции, они не исчезли. Основная диспропорция, она подождается растущим долгом. Сегодня мировой долг превышает несколько раз валовый внутренний продукт мировой. И таких вот показателей, таких диспропорций не было в истории человечества. Не было даже в 20-м веке. Поэтому, с моей точки зрения, там хозяева денег прекрасно понимают, что они похожи на тех людей, которые взлетели на самолете. А ведь они не знают где. Потому что для взлета требуется 500 метров полосы, и они взлетели. А вот чтобы сесть, нужна километровая полоса. А ее нигде нет. И они вот летают, летают, летают. Я так образно выражаюсь. А кончится это тем, что, собственно, капитализм, он себя уже вживает. Сегодня уже действительно говорят о посткапитализме. Человечество вступает в эпоху посткапитализма. Это совершенно другие, будем так говорить, правила. Это совершенно другие отношения. Но это большая другая тема. И там уже не просто мы будем рассуждать, что вот есть наемный труд, есть безработица. Это будет рабство. Это будет рабство. Это совершенно другие отношения между работодателем и работником. Это во-первых. И во-вторых, рабов в таком избытке не требуется. Избыток будет просто уничтожен. И коронавирус – это одно из средств вот такого уничтожения. Ну, ситуация, она действительно нештатная. Да, конечно, в истории Америки после Второй мировой войны были волнения. Но я так вспоминаю, что наиболее такое крупное и драматичное волнение, оно было почти 30 лет тому назад в Лос-Анджелесе, в 1992 год. Полиция тогда очень жестко действовала, очень жестко. Но вот все как-то стали забывать эти события в Лос-Анджелесе. Сегодня все это повторяется. И видно, что, конечно, это не просто стихийные события. Видно, что кто-то их подогревает. Кстати, были и до этого стихийные события, которые кто-то подогревал. Но тогда до такой, я бы сказал, острой фазы дело не доходило. Помните, несколько лет тому назад в Америке неожиданно в половине штатов, Соединенных Штатов, появилось движение Occupy Wall Street. Очень подозрительное движение, которое, в общем-то, не нарушало особенно порядка. Витрин не били, никаких разбоев не было. Полиция тоже себя вела корректно. Но где-то эта модифестация продолжалась почти целый год. И что удивительно, что она исчезла просто автоматически. Никто не разгонялся, никто ничего не заявлял. Вот как черт с табакерки появились, исчезли. Ну и тогда, собственно, говорили о том, что это спецоперация, которая была проплачена Джорджем Соросом. Это особая такая конспирологическая тема. Но вот тогда до кровавых событий не дошло. Сейчас, судя по всему, те же самые организаторы, но они настроены на более жесткий сценарий. Примерно в половине штатов, Соединенных Штатов, сегодня события действительно уже такие жесткие. И уже ни для кого особого секрета нету, что демократы подливают масло в огонь. То есть это средство давления на Трампа. Это депрессивная мера недопущения победы Трампа на президентских выборах 2020 года. И, судя по всему, за этим стоит тот же самый Сорос, ну или люди, которые там рядом с Соросом. То есть это вот те же самые люди, которых мы условно называем демократами. Это глобалисты, это либералы, это сторонники всякого рода сексуальных реформ, ну и так далее, и так далее. В последнее время в Америке очень много появляется статей и даже книг на тему распада Америки. Мы, по-моему, с вами даже вспоминали гражданскую войну. Ну, в общем, я не исключаю, что может быть повторение, естественно, уже в другом сценарии, но гражданской войны, которая приведет действительно к распаду Америки и не на две части, север и юг, а может быть даже на несколько штатов. Ну и в данном случае я особенно слежу за штатом Техас, потому что Техас является особенно республиканским. Техас уже заявляет, что если, значит, сторонники Трампа, республиканцы проиграют, то мы все равно проигрывать не собираемся. Мы тогда используем эту ситуацию для того, чтобы учредить независимую республику Техас. Все графики сбиты. Обычно выбранная кампания начинается уже в январе. Я помню по предыдущим выборам. Сейчас из-за этой пандемии коронавируса сейчас все сбито, и поэтому я не очень даже представляю, когда начнется предыдущая кампания. Ее, по сути дела, нет. Может быть, они не очень такие мощные, но частота землетрясения очень напрягает. Американцы на самом деле вообще пребывают в атмосфере предапокалиптической. Мало того, что тут на нервы действует этот самый вулкан Геллорстоун, так еще сейчас стали напоминать о предсказании этого спящего пророка Китти, который говорил, что 44-й президент Америки будет последним. Но Дональд Трамп, если считать по одной схеме, он 45-й, если считать по другой схеме, он действительно 44-й. И некоторые с ужасом думают. Я даже знаю людей, которые сейчас пытаются куда-то скрыться за пределы Соединенных Штатов Америки. Одни, значит, там строят какие-то убежища, другие ищут какую-то запасную работу. Валентин Юрьевич, вот в США уже 40 миллионов безработных, и цифры бьют рекорды все официальные, говорят, что там безработица составит 20%. В Англии и Франции примерно то же самое. А вот какая тенденция в России? Россия, как всегда, остров стабильности в океане кризиса, или она также движется в общемировой тенденции? Безусловно, что безработица растет. Безусловно, что статистика безработицы в России, она даже более лжива, чем в Соединенных Штатах. Там более адекватная статистика. И если сопоставлять с Соединенными Штатами, я думаю, что мы вряд ли имеем меньшую безработицу. Вы назвали 20% безработицы. Я хочу сказать, что это еще не вечер, но тем не менее 20% — это тот максимальный показатель, который был достигнут в годы так называемой Великой Депрессии. Если мне изменяет память, именно в 1932 году максимальное значение безработицы было 20% от самодеятельного населения. Так что я думаю, что по показателю безработицы американская экономика образца 2020 года превзойдет американскую экономику образца 1932 года. То есть там сравнивать с Великой Депрессией, на самом деле, я думаю, что это будет даже похлеще Великой Депрессии. Что касается России, тут я с коллегами совершенно согласен, что статистика лживая. 2,1 миллиона — это только зарегистрированные. Слышал краем уха, я все-таки не специалист по безработице, по занятости, но краем уха слышал о том, что собираются повышать выплаты тем, кто зарегистрировались на бирже труда. Ну, там, в общем-то, достаточно символические выплаты. И многие люди, как мне объяснили, они не регистрируются по той причине, что, скажем, доехать до этого учреждения, которое в народе называют биржа труда, стоит больших денег, чем те деньги, которые он может получить. Так что мне хотелось бы посмотреть на эту проблему немножко с другой стороны. Ведь на протяжении многих лет мы слышим мантры об ускорении экономического развития, об удвоении ВВП. Но давайте все-таки трезво посмотрим, что является фактором производства, как там пишут учебники по экономической теории. Три фактора производства. Это рабочая сила, это капитал, это природные ресурсы. Ну, капитал, по сути дела, о веществленный прошлый труд. Основной элемент или основной фактор – это рабочая сила. А давайте посмотрим не со стороны безработицы, а со стороны того, сколько у нас людей занимается действительно созидательным трудом. Я вот занимался такими подсчетами. Не более одной трети. Не более одной трети. Придумывают какие-то идиотские национальные проекты для того, чтобы распиливать деньги, но для того, чтобы задействовать действительно людей в производстве, для того, чтобы действительно восстановить экономику и ускорить экономическое развитие, об этом вообще никто не говорит. Медведев вообще предлагал перейти там на четырехдневку и так далее, и так далее. То есть масса вариантов для того, чтобы, значит, людей исключить из процесса производства или, значит, создать некую такую эфемерную занятость. Ну, все мы общаемся с живыми людьми. Ну, например, еду я в такси, разговариваю с таксистом. Он говорит, ну я же не от хорошей жизни сижу за этой баранкой, потому что я по своему образованию инженер, и я мог бы заниматься действительно серьезными делами. Разговариваю с охранником. Выясняется, что у него тоже на душе кошки скребут, потому что он прекрасный, он честный человек. Он понимает, что он не занимается созидательным трудом. И таких у нас людей, которых загнали вот в такую квазизанятость, их миллионы и миллионы. Вот опять же мы возвращаемся в Соединенные Штаты. Мы там наблюдаем протесты, ну, фактически беспрецедентные. И опять же очевидно, что прежде всего здесь экономические меры сыграли свою роль, экономические проблемы. Российское общество ничуть не менее сложное. Вот на ваш взгляд, вы готовы присоединиться к экспертам, таким пессимистам, которые прогнозируют, что через три месяца, когда несколько неблагоприятных условий наложатся одни на другие, мы можем вернуться в 90-е или еще даже хуже. У нас может начаться что-то такое аналогичное американским протестам. Ну, конечно. Уже были отдельные прецеденты. И, наверное, власть это очищает. Поэтому сейчас наращивают ряды национальной гвардии. Вместо того, чтобы там укреплять оборону, наращивают кадры национальной гвардии, полиции. Видно, что все это делается не для защиты Отечества, а для защиты вот нашей этой самой политической олигархии, или, как я говорю, полуколониальной администрации от народа. Вот полуколониальная администрация, она действует в интересах своих хозяев. И понятно, что хозяева, они даже пощают этот процесс. Изучается опыт американский, как блокируют подобного рода протесты. Так что тут мы, к сожалению, идем по стопам Соединенных Штатов Америки. В 30-е годы Соединенные Штаты активно перенимали советский опыт и занимали людей на разных общественно полезных работах. Строительство дорог, мостов, другой инфраструктуры. В Советском Союзе, я напомню, вообще тогда никакой депрессии не было. Вот на ваш взгляд, что можно сейчас взять из опыта социалистического Советского Союза? И совершенно очевидно, даже уже во власти заговорили, что нам нужна новая индустриализация, что нельзя жить только за счет нефтяных доходов. Да и нефтяных доходов-то что-то сейчас никаких и нет. Что скажете об этом? Вы знаете, 30-е годы четко продемонстрировали преимущество одной системы и, мягко выражаясь, неженеспособность другой системы. В то время как в 30-е годы на Западе была так называемая Великая депрессия, в Советском Союзе была индустриализация. На самом деле это было экономическое чудо, потому что темпы экономического роста, если вот сейчас мерить показателем ВВП, были примерно 10% в год. Люди почувствовали, и влияние Советского Союза на все человечество было очень сильным. И без этого даже трудно понять, почему мы выиграли вот в Великую Отечественную войну, потому что, в общем-то, мы незримо имели миллионы и миллионы идейных союзников на Западе, которые нам помогали. Я не буду сейчас об этом говорить, но, в общем, это была не только экономическая, но и идеологическая победа Советского Союза. И наша Россия, на самом деле, богатейшая страна. Она богатейшая не только в плане природных ресурсов, она богатейшая и в плане людей, потому что у нас, в общем-то, я приводил примеры, люди вынуждены крутить баранку такси или быть охранниками, потому что они не востребованы. А если они будут востребованы, страна может сделать такой рывок, что Западу не покажется. Мало, да. Так что, и плюс к этому, конечно, наш опыт. Конечно, опыт наш исторический был и негативный, но был и положительный. И тот, и другой, кстати говоря, очень нам полезен. Вот, чтобы мы не наступали на какие-то грабли. Ну, а что касается, значит, индустриализации, то методом проб и ошибок мы создали такую модель экономики, которая, в общем-то, показала, что она действительно обеспечивает высочайшую конкурентоспособность, и на ее фоне Запад просто кажется мертвецом. Почему мы даже это не вспоминаем? Мы это не вспоминаем. И для того, чтобы нам вот сейчас не плакать подобно вот то Ярославле, Ярославне, плащ Ярославной, мы должны действительно конструктивно обсуждать, а что необходимо делать. Для этого надо действительно, значит, вспомнить тот опыт, вспомнить ту модель. Понятно, что эта модель, она появилась не сразу и не вдруг. Нужны политические были предпосылки. Вторая половина 20-х годов это создание политических предпосылок. Была ликвидирована правая позиция, левая позиция, новая позиция. И только после этого можно было действительно в 28-м году начинать первую пятилетку. Без этого и нам сегодня надо решать эти политические вопросы. Хотя я экономист, но я понимаю, что у нас все чертежи этого здания есть. Но у нас надо осушить это вот топкое болото, на котором нельзя строить это здание. А топкое болото, вы понимаете, мою аллегорию, это вот все эти вот люди, которые работают не на России, а против России. Утечка мозгов, она продолжалась, она никогда не останавливалась. Но, конечно, интенсивность утечки мозгов, она не та, что в 90-е годы, потому что тогда уезжали мозги, которые еще формировались в советское время. Это была действительно очень качественная продукция, это были очень качественные мозги. Но сейчас действительно какими-то правдами-неправдами удавалось удерживать людей. Но я думаю, что, прежде всего, конечно, их интересуют зарплаты, хотя некоторые, наверное, интересуют и финансирование самих проектов. То есть там не зарплатные расходы, а расходы на оборудование, на какой-то, может быть, hardware, software. Мне трудно так говорить, они специалисты. Но, в общем, они уедут куда-нибудь в Силиконовую долину, где действительно у них появятся дополнительные возможности. Я уже знаю американцев, которые либо, значит, пытаются зарыться в бункер, но, правда, лично я не знаю таких бункерных американцев, и знаю американцев лично, которые ищут запасной аэродром где-то где-нибудь или в Новой Зеландии, или, может быть, там, я не знаю, где-то в Европе, в Северной Европе. Но, в общем, там уже поджаривают, поэтому не знаю, куда помчатся наши чиновники. Действительно, история с золотом. Сейчас самым востребованным активом финансовым является золото. Ну, правда, некоторые оговариваются, говорят, это не финансовый актив. Ну, как не финансовый? Если это составляющая золотовалютных резервов, да, там действительно формально золото вроде бы как превращено было в биржевой товар. Это Ямайская конференция 1976 года. Но, тем не менее, значит, золото входит в состав золотовалютных резервов. И не только золотовалютных резервов государства, Центрального банка. Золотые резервы есть и у коммерческих банков. Российские банки тоже имеют золото на своем балансе. Ну, и они накапливали золото. И, в общем-то, это было естественно. Надо объяснить, собственно, как устроен золотой рынок России. Есть золотодобычки. Золотодобычки направляют, значит, вот такое, как бы, сырье, золото, содержащие сырье на Афинаже. В зале Афинажный завод, как бы, с Афинажного завода это золото направляется в коммерческий банк. А вот Центральный банк, который у нас наращивал запасы золота, он покупал его в основном у коммерческих банков. Коммерческие банки были такими посредниками между золотодобычками и нашим финансовым мегарегулятором. Действительно, Центральный банк такими ударными темпами накапливал. Сейчас где-то так округлено 2100 тонн. Мы занимаем достаточно такое серьезное положение в мире на фоне других стран. Но, тем не менее, значит, тут сразу несколько странных событий в мире российского золота. Одно странное событие – это решение Центрального банка с 1 апреля 2020 года прекратить закупки желтого металла и накопление золота в международных резервах. Более чем странное решение, потому что вот сейчас годовой отчет Центрального банка показал, что в составе международных резервов самым докладным активом было именно золото. Я сейчас цифры не буду называть. В то же время, как некоторые валюты, они принесли Центральному банку большие углы. Конечно, особенно юань. В общем, глядя на годовой отчет, напрашивается вывод, что надо эту линию продолжать и, наоборот, еще даже дополнительно покупать золото. Значит, в 2018 году Центральный банк закупил примерно 90% внутренней добычи металла. Но все думали, что в 2019 году будут все 100%. Первая половина 2019 года закупки были на уровне 2018 года. Вторая половина 2019 года – сильное замедление закупок. Первый квартал 2020 года закупки были совсем хилые. Ну и вот, значит, с 1 апреля вообще прекращаются закупки золота. Это более чем странно. И это лишний раз доказывает, что Центральный банк играет не на стороне Российской Федерации, а на стороне тех ребят, которые, собственно говоря, и управляют Центральным банком Российской Федерации. Что касается коммерческих банков. Коммерческие банки, значит, накапливали-накапливали, но, значит, весной этого года они начали продажу золота. Продажа золота в основном шла в Англию. Вот странная такая вещь. Никто из таких вот консультантов, экспертов, аналитиков, РБК там или еще кто-то, так и не объяснил, что же происходит. С моей точки зрения, это признак того, что банкская система готовится к кризису. Потому что если уже банк будет при кризисном состоянии, значит, отнимается, отбирается лицензия, значит, блокируются все операции коммерческого банка. Ну, короче говоря, значит, золото идет тогда как часть вот этого конкурсного имущества. Поэтому это явный признак того, что крысы начинают бежать с тонущего корабля. Это признак грядущего банковского кризиса. Одна из таких версий, таких немножко более успокоительных, хотя они намного более успокоительных, золото используется с коммерческими банками для того, чтобы выполнять нормативы Центрального банка или, вернее, Базеля по достаточности капитала. Ведь золото сегодня рассчитывается с цены 50% от рыночной при расчете достаточности капитала. Поэтому, значит, золото продают, обменивают золото на кэш, ну а кэш потом, значит, включают состав собственного капитала. То есть это вот тоже признак неблагополучия, признак неблагополучия. И, в общем-то, еще один признак неблагополучия, я бы даже сказал, государственной измены, то, что, значит, власти разрешили, по-моему, с апреля месяца желтодобытчикам напрямую осуществлять экспорт желтого металла за границу. Это, на самом деле, стратегический ресурс. И вот так вот, извините, децентрализовать экспорт желтого металла, это, я считаю, не ошибка, а это государственное преступление. Физически они заявляют, что оно хранится здесь. Оно хранится здесь. Здесь, по последним данным, значит, на золото приходится, по-моему, 21% всех международных резервов. Еще раз повторяю, это примерно 2100 тонн желтого металла. Значит, вы знаете, что на улице Правды есть самое главное хранилище Центрального банка. И подавляющая часть золота, наверное, находится именно там. Именно туда в свое время приезжал Путин для того, чтобы осмотреть вот наш золотой резерв. Но я хочу сказать, что внутренние нормативные документы Центрального банка позволяют ему размещать монетарное золото за пределами Российской Федерации. Я думаю, что эти нормативные документы сохраняют свою силу на всякий случай. А вдруг, значит, захочется народным избранникам, я чисто фантастическую версию озвучиваю, сделать то же, что пытались сделать в Италии. То есть национализировать на золото, которое принадлежит Центральному банку. И перевести это золото на баланс Минфина. И сделать его действительно стратегическим резервом. Ну вот, либо вообще, значит, привести порядок Центральный банк, национализировать. И вот, наверное, на этот случай и нормативные документы сохраняются. То есть там буквально за одну ночь можно этот золотой запас вывести за пределы Российской Федерации. Вот такая вот картинка. Ну, это не банковская продукция. Если выразиться точнее, это продукция и госзнак, это полиграфическая продукция. Вот. И тут и Госдеп американский, и наш МИД Российской Федерации, которые уже комментировали всю эту ситуацию, они говорят именно про деньги. Но я, поскольку работаю в Центральном банке, я понимаю, что это еще не деньги. Это еще просто полиграфическая продукция. Деньгами они становятся с того момента, когда уже фиксируются какие-то операции о финансовых документах. Когда это действительно деньги. Когда происходит выдача какого-то кредита. Ну, тем не менее, значит, потенциально это деньги. И американцы еще где-то, по-моему, в сентябре, да, это было в сентябре 2019 года, значит, дали команду Мальте о том, чтобы этот груз с полиграфической продукцией, он был задержан. На протяжении многих месяцев мы, я имею в виду госзнак, пытался, значит, выяснить причины. Товар, продукт доправлялся в Ливию, Триполи, а есть, значит, восточная часть страны, Бенгази. Вот в Бенгази там оказывается Центральный банк, а в Триполи другой Центральный банк. Но вот по заявлениям госзнака понятно, что они же не политики, они, можно сказать, они работники промышленности, полиграфической промышленности, поэтому они воспринимают ситуацию так, что в Ливии один банк, просто они поставляют вот эти самые наличные денежные знаки одному из филиалов Ливийского Центрального банка. Но в Вашингтоне все понимают по-другому. На самом деле есть одно законное правительство в Триполи, есть один законный Центральный банк в Триполи, а вот в Бенгази это незаконная власть, незаконный Центральный банк. Хотя контракт на изготовление и поставку этих денежных знаков был подписан еще в 2014 году, поставки производились, было несколько поставок, ну и вот очередную поставку решили заблокировать. Ну и Госдеп, естественно, выступил с заявлением, после чего эта история, она стала широко известной. До этого о ней знали только узкие специалисты. Вот там партия где-то 1,1 миллиарда долларов в денежном эквиваленте. Ну, в общем, понимаете, это очень неприятная ситуация. Она неприятная ситуация не только для Ливии и не только для российского госзнака. Это ситуация, которая напрягла десятки стран. Десятки стран. Я хочу сказать, что роскошь, значит, печатать денежные знаки внутри собственной страны себе позволяет с десяток государств, не более. Это Соединенные Штаты, это Еврозона, это Индия, это Российская Федерация. Остальные страны, как правило, закупают госзнаки в других странах. Ну, есть ведущие такие производители такой продукции, деликатной. Это Англия, это Германия, Канада. В общем, по пальцам одной руки можно пересчитать эти компании. Вот. И они поставляют продукцию в десятки стран, десятки центральных банков. То есть американцы в любой момент могут сказать, что им не нравится какая-то там власть политическая, или центральный банк стал отклоняться от генеральной линии хозяев денег и просто-напросто перекроет эти поставки. Кстати, ведь в Англии в 2011 году поставка ливийских генаров уже один раз была блокирована. Те генары печатались на станках английских. Я сейчас не помню название этой английской фирмы. Это крупнейшая в мире фирма. Конечно, это было неприятное событие. Все в этом закрытом мире знают об этом событии. Вот. И стали очень осторожно действовать. То есть все эти вот контракты на изготовление и поставку денежных знаков и сама поставка совершаются в атмосфере высочайшей секретности. Не потому, что там каких-то они бандитов даже боятся, а потому, что они боятся санкций Вашингтона. И та же самая санкция, она, собственно говоря, дала под козырек и арестовала груз госзнакам. Я к чему, почему об этом говорю? Да потому, что, в общем-то, аппетит приходит во время еды. Я думаю, что американцам, наверное, захочется и на других странах тоже потренироваться. Вот такая вот ситуация. Я уж не говорю о том, что у нас в Россию заводятся самолетами громадное количество американских долларов, которые печатаются в Соединенных Штатах. Но ведь это тоже очень такая зыбкая штучка. Вы знаете, что в марте месяце снятие валюты в российских банках увеличилось во много раз по сравнению с мартом. Закупки или, вернее, поставки бумажной продукции, бумажных долларов в марте увеличились в 10 раз по сравнению с февралем. Но эти американцы в любой момент могут эти поставки перекрыть. Это еще один момент, неприятный, связанный с долларизацией нашей экономики. Я не хочу сейчас распространяться дальше, потому что растущая зависимость от наличного доллара, она дает в себе несколько серьезных угроз. Об этих угрозах мы поговорим как-нибудь в следующий раз.